Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения! Вашему вниманию переход в пятое измерение Гуттаперчевое тело. Отец-Абсолют практики читает Лора. Здравствуйте дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о синхронизации светового кристаллического тела человека с его тонкими органами чувств. И теперь остановимся на второй чакре и эфирном теле. Чтобы синхронизировать их между собой, вам нужно будет задействовать все свое воображение, поскольку эфирное тело представляет собой точную матрицу вашего физического тела. И по мере того, как молекулы, из которых состоит ваше физическое тело, будут видоизменяться, превращаясь в кристаллики, ваше эфирное тело будет не только зеркалить тело физическое, но и возьмет на себя функцию придания ему гибкости. Другими словами, именно эфирное тело, как самое плотное из тонких тел, будет реагировать на ваши мысленные посылы и придавать вашему новому тонкоматериальному телу ту форму, которую вы будете создавать своим воображением. В этом и будет состоять его новая функция. Выражаясь языком человека трехмерного мира, нужно сказать, что эфирное тело пятого измерения придаст вашему физическому телу желеобразную подвижную форму, проецируя вовне внутренние изменения в его структуре. Таким образом, вторая чакра и эфирное тело возьмут на себя роль преобразователя плотной материи в тонкую, в результате чего и сформируется новое тонкоматериальное тело. Поскольку этот процесс довольно сложно описать словами, попробуйте, родные мои, почувствовать его, сделав следующую практику. Назовем ее гуттаперчевое тело. Призвав всех своих небесных помощников, войдите в медитативное состояние, глубоко подышите и попробуйте почувствовать в полной мере свое эфирное тело. Оно проявится как теплый контур вокруг вашего физического тела, как некий ореол. Оно очень плотно прилегает к физическому телу. Его можно сравнить с водолазным костюмом, который становится второй кожей человека при погружении в воду. И после того, как вы явственно ощутите свое эфирное тело, попробуйте представить себе, что оно мягкое, гибкое, подвижное, как желе. Оно начинает проникать в ваше физическое тело, делясь с ним этими свойствами. А затем начинайте представлять себе ваше новое, тонкоматериальное тело таким, каким бы вам хотелось его видеть. Но, конечно, в разумных пределах лишь немного корректируя его изъяны. Вы можете мысленно подтягивать мышцы в той или иной части тела, разглаживать кожу, выпрямлять позвоночник, возвращать гибкость своим суставам. Почувствуйте, как послушно отзывается это новое гуттаперчевое тело на ваши мысленные посылы. Ощутите, как разливается тепло в тех частях вашего тела, на которые направлено ваше внимание. Посидите в медитации как можно дольше, чтобы закрепить результат вашего воздействия и позволить частичкам-кристалликам сделать свою работу. Но не ждите, родные мои, что все проявится мгновенно. Отнеситесь ко всему спокойно, без лишнего энтузиазма, но с полной верой в то, что запущенный вами процесс трансформации вашего тела с каждым днем все больше набирает силу. Повторяйте эту медитацию как можно чаще. Помогайте своему телу сделать столь непростую для него работу. Перерождение в новое божественное состояние. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему гуттаперчевое тело. Дорогие друзья, маленькое дополнение. Ваше эфирное тело находится вокруг вас, где-то в районе 5 сантиметров от вашего физического. Именно это тело представляете желейным, жидким. И с помощью него, пропуская его в свои физические органы системы, вы начинаете преобразовывать. Или можно сказать восстанавливать согласно божественному плану по линии наименьшего сопротивления. С вами Перерождение.